Микс Ньюс Добрый день еще раз. У нас в гостях секретарь президиума Сейма и член комиссии по социальным делам Латвийского парламента Андрей Климентев. Добрый день. Добрый день. Я вот не случайно, естественно, упомянул социальную комиссию, поскольку Андрей, я думаю, и наши радиослушатели помнят, вы постоянно поднимали все эти темы, связанные с социальным обеспечением, с минимальными пенсиями, пособиями. Ну вот Конституционный суд, ну фактически, у меня такое ощущение, что вынес такой вот, ну в пух и пах разнес социальную систему. Я так понимаю, что у вас такой же вывод, да, что фактически нет того пункта, которого бы Конституционный суд вообще признал соответствующим САТВАСМА. Да, совершенно верно. Мы с нашим омбудсменом или Теси Бусаргом очень в тесном контакте. У нас совпадают как раз по этой теме все приоритетные вопросы. То есть мы с ним, несмотря на то, что он как бы немножко разошлись по некоторым вопросам, связанным с образованием, с прав нас меньшинств, на какие-то другие приоритетные вещи в республике, важные для русскоязычного населения. Мы там как бы разошлись, мы даже не поддерживали его на второй срок, но по поводу социалки у нас единодушие. Он часто в комиссию приходит как гость и как эксперт, и мы с ним по большому счету консультируем один другого по поводу всех этих исков. Они больше даже политические, чем Конституционные. Я рад, что он выгнал три суда. Жаль, что, конечно, он не охватил весь спектр социальных пособий с его хорошими юристами, потому что команда ее рассказывала нашим радиослушателям, что исконционный суд очень дорогостоящий юридический документ, который требует большие специфических знаний, и любой его не может юрист написать. Те юристы, которые берутся в Латвии, их очень мало. И вот как раз он собрал такую команду ребят, юристов, которые грамотно составляют иски и которые не могут судя Конституционного суда игнорировать. И поэтому я поздравляю его еще раз с победами. Это большая победа, прежде всего, нашего надзирателя за правами человека в Латвии. Это все-таки одно время его довольно сильно игнорировали, и все его замечания, в том числе в социальном секторе, проходили мимо как раз законотворчества. Ему дали право поддавать поправки к законам, но очень редко поддерживали. И вот я с ним созванивался, спрашивал у него совет по поводу пособий по его ликвидаторам Чернобыльской АЭС. И у нас был такой интересный разговор, сказал, что не может концентрироваться на все пособия, и если я возьму за эту тему, он меня поддерживает. Да, сейчас параллельно пишется, пытались еще раз на основании этих его выигранных процессов, приговоров и запросов сверстать искусственный суд по поводу пересмотра по пособия для ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Очень интересная тема, так как чем глубже ты идешь в эту тему, тем больше понимаешь, насколько все-таки страна была несправедлива по отношению к этим категориям лиц. Их около трех тысяч, но, конечно, это коснулось намного больше семьи, мы прекрасно знаем, что те заболевания, которые получили чернобыльцы, они как бы ушли в семью, они ушли в детей и так далее. Но в любом случае, будем надеяться, что нам удастся, и на этой волне, прежде всего, тех аргументов, которые использует наш омбудсмен, который принимает суд, прежде всего, за любым пособием должен быть расчет, методика. То есть нельзя просто придумать цифру и искать, вот это пособие, вот вам гарантийный минимальный доход, копейка, вот вам, пожалуйста, статус малоимущего при выигранной процессе, на взгляд каждого в своем управлении и так далее. То есть мы тоже взяли за пособие, мы требуем, чтобы кабинет министров, который принимает решение о размере пособия, разъяснил нам, почему, например, чернобыльцам платят 100 евро в месяц, что они за эти 100 евро планировали, принимая эту цифру, чтобы чернобыльцы приобрел себе или прошел курс реабилитации, или, например, получил медицинскую помощь, то в любом случае за любой цифрой должны стоять конкретные расчеты. Это методика. И второй принцип был, какую цель кабинет министров закладывает в каждое из пособий, что человек, получив, должен достичь. То есть если это пособие для ликвидатора Чернобыльской АЭС на реабилитацию, то мы должны получить стопроцентную цифру, которая даст возможность пройти этот курс, и он должен быть успешным. Так как у нас декларативно есть право чернобыльцев на реабилитацию раз в год, мы прекрасно понимаем, что из-за недостатка финансирования мы не получим. То есть в любом случае, да, в этом сегменте мы активно сотрудничаем, но есть неприятная новость, как всегда, наше министерство благосостояния, конкретно министр Роман Петрович сказал, а давайте мы просто добавим 20 евро. Вот у нас там 80, мы сделаем 100, а давайте не 100, давайте сделаем 109, у меня новая цифра появилась в голове. То есть она не понимает сути, что Конституционный суд прежде всего указал на недостаток методичного подхода к людям, которые попали в сложную ситуацию. То есть мы должны этим людям не просто как бы для вида что платить, делать какие-то подачки, а мы должны четко знать, как государство, что это пособие идет на конкретную вещь, чтобы достигнуть, например, его уровня благосостояния. Именно благосостояния, для того, чтобы не просто он получал эти деньги, а потом сам наскребал их где-то там бутылки собирая, а реально закончил одно из своих приоритетных мероприятий, здоровье, там непосредственно заплатить за коммунальные и так далее. В любом случае, в любом пособии должно быть еще какое-то определенное научное основание. И вот это прежде всего Рамон Петрович не понимает. На следующей неделе она будет, к сожалению, на удаленке по компьютеру разъяснять нам свой подход, как она будет менять социальную систему. Ну, насколько я знаю, я же как бы ее постоянно мониторю, и опять же, Тессим Саркс его мониторит, Янсенс, и он пишет мне, елки-палки, столько сил потрачено, столько конституционного ресурса было потрачено на разъяснение, но не понимают они суть. Проблема не в том, чтобы добавить 20 евро, проблема не в том, чтобы добавить даже 50, проблема в том, что мы как государство, маленькая страна, не так много у нас людей, которые, ну пропорционально, которые нуждаются. То есть мы должны знать прежде всего этот ключик для того, чтобы человека как бы или поддерживать или вывести из этого состояния. Вот это не понимает Министерство Благостания, скорее всего, просто не поверхностно относится. Так как это, об этом я говорил давно, и об этом как бы не надо много знать в социальной сфере, что прежде всего половина из людей, которые находятся на границе этого социального риска, они вполне люди, которые могут вернуться на рынок труда, они могут приносить, как творческие люди, довольно много полезного для Латвии. То есть это люди как бы не изначально потерянные для общества. Есть, конечно, люди с большими зависимостями, которые, к сожалению, мы не сможем вернуть в общество. Да, мы это понимаем. Но есть очень много пограничных людей. Да, но возвращаясь к этой системе пособий, нет такого ощущения, что Министерство Благосостояния, но, к сожалению, само не в состоянии будет справиться с созданием действительно реальной системы социальной поддержки, научной, как вы сказали, обоснованной, и в том числе еще и основанной на реальном проживочном минимуме, который у нас не высчитывается уже сколько лет. Ну понятно, что эту корзину мы, к сожалению, еще не рассчитали. Ты понимаешь, чиновники у нас профессиональные, они прекрасно знают, и они общаются с общественными организациями, они работают с клиентами, с пациентами, они прекрасно знают, в чем проблема. Просто нет политической воли, которая скажет им, ребята, вот мы сегодня будем решать эту проблему. То есть прежде всего нет политического заказа. То есть они работают, вот я с ними общаюсь много, они говорят, мы работаем, пишем, 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 а вот человек, который пришел к министрам, сказал бы, ребята, ну вот эта вещь необходимо принять. Да, я понимаю, что плохо с бюджетом, но мы должны это сделать. И госконтролер, который делал как раз обзор по пособия, он говорит, там же полный хаос. У нас есть много пособий, которые имеют символический какой-то определенный смысл, и он идет линеально, универсально для всех. Но нет необходимости в Латвии держать универсальные пособия. Но есть люди, которые самодостаточные, грамотные, которые сами зарабатывают, и им, возможно, нет необходимости даже в 10 евро давать какие-то пособия. У нас до сих пор есть универсальные пособия по семейной, детской и так далее. Но нет, если государство уже впрягается в кого-то, то должен видеть свою аудиторию и помогать конкретным людям, или конкретным семьям и в конкретные сроки. То есть все должно быть заложено в алгоритм для того, чтобы или мы получили результат, не перешло, и переходим на новый уровень. Сегодня все же, как бы, 21 век. Даже компьютер может этим справляться, если мы закладываем правильные данные. В данном случае, да, действительно, министерские работают еще, как и большинство, к сожалению, социальных служб еще в предыдущем столетии. Поэтому у нас всего лишь вся социальная помощь сегодня выражается в пачке муки и пачке гречки. Но это же, как бы, давно уже пройденный этап. У нас есть профессиональные вузы, которые готовят этих специалистов. Поэтому они прекрасно в теории знают, как социальная служба, что это не боготворительность, это действительно реальная помощь. И в данном случае я считаю, что Конституционный суд три раза сказал, что такая система больше не должна работать, то есть необходимо создавать заново. И госконтролер сказал, что такого хаоса и бардака, который сейчас находится сегодня в сегменте социальных пособий, она не видела нигде. То есть это можно прочитать, это уже было в мае текущего года, то есть даже без решения Конституционного суда. И вот с мая министр никак не пожелал. И самое интересное, что я же открыт, как оппозиция, к дискуссии. Комиссия у нас не такая уж равнодушная. То есть мы готовы были сами браться такие вещи, но он не пускает нас. Она моментально нас бьет по рукам, говорит, вот... Сами не делают и другими. Да, и бюджет создать сначала. Да, но у меня есть такое ощущение, говоря вообще и о всех социальных вопросах, и также вопросах системы здравоохранения, тоже виднее в вашей комиссии. У меня есть такое ощущение, что скоро правительство проиграет еще один из Конституционного судей о зарплатах медиков, потому что это еще один вопиющий случай, где даже есть закон о финансировании здравоохранения, который, кстати, парламент этого созыва принял. И он грубо игнорируется. Вчера мы видели вот эту новую модель здравоохранения, ну, зарплаты медиков, которая была озвучена, где уже речь идет об 11%, отнюдь не о 20%. То есть еще один обман. Очень интересная история. Да. Нам в начале созыва удалось уговорить коллег внести это в закон и утвердить. То есть моя комиссия были те, кто поставили в неудобное положение сегодня кабинет министров и коалиции. И поэтому осторожных по инициативам последние. Ну, как бы этот период, потому что один раз, поверив мне, они внесли эти цифры. Но я же как бы работал от Конституции, я же говорил, что мы по праву должны быть законотворцами, и от наших цифр должна отталкиваться кабинет министров. Если предыдущий парламент обещал, в этом парламенте мы должны были занести эти цифры, и мы должны были проголосовать. Ну, молодые коллеги, которые пришли у меня в комиссию, говорят, ну да, ты логично говоришь, давай поддержим. А потом мы уже получили по шапке. И поэтому невыполнение закона, сегодня, конечно, ты совершенно прав, оно грубое, и Конституционный суд, скорее всего, будет на стороне медиков. Но, знаете, всегда работая в социальном секторе, ты требуешь максимального, а потом соглашаешься на какие-то компромиссные вещи. И в данном случае даже прирост заработных плат на протяжении уже несколько лет идет довольно усиленно. И уже как бы там 30-35% от той цифры, с которой мы начали танцевать в 2016 году. То есть, я считаю, что да, они достигли максимального, нет 20%, но в любом случае уже как бы не было странно, многим может быть даже покажется сенсационно, то есть, у нас специалист-медик получает уже больше 3000 евро. Так, если он как бы является специалистом своей области, если он является действительно востребованным врачом, то это для него небольшая цифра. А если у нас звезды, как бы врачи, которые выше категории, которые записываются на прием, которые делают, например, очень так хирургические вмешательства, очень такие уникальные, то я думаю, там уже и больше 10 тысяч и зарплаты. У нас была интересная комиссия, на которой депутаты сделали запрос в службу госдоходов, посмотрели, как медики платят налоги. Там хорошие цифры появляются. Ну, конечно, не у всех. У нас самая больная тема, конечно, это люди, которые работают в медицине на среднем уровне, и младшими персоналом. Там полная трагедия, там полная катастрофа. Потому что на эти деньги вообще выжить невозможно. Невозможно, да. Там у нас сектори... То есть медсестры, санитары, это ужасно, да? Да, у нас получают, да. Но это, опять же, в компетенции имеют учреждения, то есть они должны не только платить звездам и своим светилам, и локомотивам клиник, но и должны, прежде всего, беспокоиться и о хирургических медсестрах, и анестезиологах, люди, которые, по большому счету, должны тоже быть в этой категории, за которым борются. Конечно, без врача, без хирурга мы не можем много, но все-таки без людей, которые ему ассистируют, мы тоже не можем. Поэтому здесь мы всегда настаивали, как комиссия, то есть обратить внимание руководству больницы, что давайте платить не только звездам. То есть немножко был туда крен. Но знаете, в чем интересно? То, что мы все равно конкурируем в свободной Европе, и заработные платы в Европе выше, чем у нас. У нас же технологии неплохие уже привезенные, и клиники отремонтировали, особенно, даже региональные даже, в хорошем состоянии. Но, к сожалению, просто не хватает людей. То есть молодец-специалист получает образование, он моментально попадает под шквал предложения, и он уезжает. Если нет у него привязки к родине в виде семьи, родственников, каких-то других страстей, то очень часто он выбирает работу за рубежом. А в данном случае мы должны создать условия. Например, у меня была встреча с одним врачом, он говорит, вы приобрели новое оборудование, вот это новое оборудование, которое мы приобрели, как раз это и есть привязка этого молодого специалиста, который может работать на нем. Потому что если он пойдет в Германию или даже в Англию работать, то он, чтобы добраться до этого аппарата, должен отработать 10 лет, поэтому ему доверят этот аппарат, чтобы он с ним работал. А здесь он моментально уже может в Латвии, из-за отсутствия большой конкуренции, он может этим аппаратом пользоваться, проводить диагностику и с этими знаниями уже получать более высокую зарплату или, например, иметь запись и опыт работы, если он все-таки уедет работать за границу. Поэтому в данном случае с медицины у нас все-таки идет в плюс, с медицины будем надеяться, что будет в ближайшее время и результат, не только мы будем говорить о медиках, о новых помещениях и новых инвестициях в аппараты, но и, наконец, пациенты станут довольны. То есть я, как со стороны пациентов, я больше забочусь о тех людях, которые все равно не имеют доступа к медицине, которые стоят в более длинной очереди, что мы при ней можем обеспечить даже элементарные вещи, там, зубных врачей для детей по государственной программе. Да, фактически за все уже плохи. Ну да, мы это тоже видим, поэтому в данном случае, да, я согласен бороться за зарплаты медиков, но я хотел бы, чтобы и пациенты меньше жаловались, и они действительно, знаете, вот это возвращение к тому, что они это люди, которые все-таки гуманитарно относятся к людям, гуманно точнее, да, было бы больше, чем все-таки мы все-таки думали, а сколько мы заплатим, и насколько это выгодно ему здесь работать. То есть в данном случае мы ждем и обратной связи. Да, вот тоже такой вопрос, который могу, может быть, не задать, для затравки, может быть, второй части, и вот налоги, ну, в частности, вот этот налог на недвижимость, который все ждет, вот я до конца не понимаю, это что, какая-то, не знаю, провал, или там оплошность правящей коалиции, как вообще еще, мы знаем, сейчас безработица растет, народ вообще не оправился от экономического кризиса, и вдруг, да. Я знал, что это актуально, я подписал законопроект вместе с коллегами из ЗС, да, я и Янису Рубановичу подписали, для того, чтобы отложить как раз вступление этого новой кадастровой стоимости. До 2023 года. Да, совершенно верно, спасибо, что следишь. Да. Да, я тебе скажу, понимаешь, здесь является цикличность. Каждые 4 года идет пересмотр кадастровой стоимости в зависимости от иночной ситуации. То есть, например, все цены меняются в зависимости от того, насколько рынок реально выдал цену. И да, это справедливо возможно. Возможно, сегодня кадастровая стоимость в земельной книге не отвечает реальным рынком. Но здесь другой вопрос. Как мы эти цифры используем для того, чтобы регулировать экономические какие-то процессы? Наше правительство, к сожалению, и Борданс в данном случае отталкивается от того, что если уж мы вышли на уровень рыночной стоимости в кадастре, то мы тогда оставляем старую модель налоговую. Я напомню, что в Латвии средний показатель по республике налога и недвижимость 0,8. В Балтийском регионе это самый высокий показатель. У нас есть коридор от 0,2 до 1,5% в зависимости от стоимости недвижимости, в зависимости от самоуправления, плюс скидки, которые имеют право дать домосуправление. Это очень сложная система. В общем, если я смотрю экономические показатели, то в Латвии это 0,8% средняя по республике, а, например, по Балтийскому региону это 0,3%. То есть, соседи эстонцы и литовцы, они будут намного меньше. Налог на недвижимость должен быть инструментом, прежде всего, который помогает экономике. Если ты владелец больших промышленных площадей, и ты на этих площадях зарабатываешь для Латвии деньги, делаешь экспорт, с тебя брать налог на недвижимость – это нехорошо. Если ты владелец заброшенного дома в центре столицы, если у тебя, извини меня, ждешь на спекуляции, когда цены вырастут, и ты его непосредственно продашь в пять раз передав, ты называешь спекуляциями, мы приезжаем с этого земельного участка, с заброшенного дома, к которому подведены все коммуникации, нам, как жителям Риги и как для страны, нет никаких налогов, то есть, плюсов, то мы тогда включиваем те максимальные 1,5%, плюс еще задеградирующие всевозможные варианты, и тогда мы... Пока мы имеем в этом есть определенная улика. Да, например, у нас есть очень много пустых земельных участков в центре города, например, Андерсала, да, вот люди купили Андерсалу, мы не будем скрывать, да, есть там у нас олигархи, которые владеют всем почти этим островом, да, и вот они ждут, пока вот придут сумасшедшие времена, когда придут шейхи и будут застраивать там бизнес-центрами и небоскропами, вот тогда они продадут, и тогда все отобьют. Извините, если ты имеешь земельный участок, экономически он не задействован, то плати тогда, извините, всю полную цифру, но если ты владелец гостиницы на улице Йомас, да, например, и ты еле-еле как-то там в сезон зарабатываешь, в не сезон ты даешь какие-то скидки для рижан, и у тебя вырастает цена в 10 раз на недвижимость, значит, тебе нужно все это продавать? Ну, как ты по-другому можешь компенсировать? Мы здесь смеялись с депутатами юрмальской думы, встречались, они говорят, там же не то, что бизнес загнется, там вся улица разбежится, потому что в 10 раз на Йомас вырастет кадастровая стоимость. Ладно, хорошо, они как думцы. Вообще убьет весь город. Да, они как думцы там говорят, мы дадим скидку 90%, я им говорю, ну, как вы можете дать скидку 90%, сейчас он действует уже в Юрмале, или это же ненормально, например, другие города дают там еле-еле 25%, выдают 90%, но это тоже несправедливо, ну, как может скидка быть 90%? Все, мы выйдем на нормальные, реальные цифры, что вы работали в процентных каких-то нормальных позициях, а не давали такие сумасшедшие скидки. Они говорят, ну, вот у нас доход за земельный налог, это чисто самопределительский налог, он все равно компенсируется и довольно высокий, например, чем в Латвии, в других регионах. Я согласен, конечно, дорогие виллы, там, с 90% они прилетают хорошие деньги, но это ненормальная политика. Поэтому в данном случае, да, мы можем, как мы говорили с тобой давно, если ты владелец виллы, если ты живешь на тысячах квадратных метрах, у тебя лужайка там в дюну уходит с соснами, да, туда плачешь полтора процента. Почему ты скажешь? Ну, как почему? Ну, потому что ты богатый, ты должен поддержать соседа. Но если ты, например, унаследовал Межапарк, унаследовал Юрму, унаследовал, ну, с тебя нельзя брать лизничную стоимость, ну, никакого отношения к рынку ты не интересна. Значит, ты отказался от помощи государству, ты реально создал там через собственную ипотеку или покупая стройматериал, нанимая строителя, построил дом и тебе приходят, говорят, слушай, ты вроде неплохо живешь, хоть ты средний класс, мы тебе обкладываем налогом и ты будешь платить по полной. Извините, если ты как самоуправление или как государство не помогал строить, ты не давал ему бесплатные какие-то вещи, коммуникацию человек подводил сам, стройматериалы покупал сам, строитель нанимал сам, все сделал сам и потом государство оценивает твою недвижимость и берет эти деньги, это тоже нехорошо. Это же полностью не дает возможность развиваться сегодня среднему классу. Это твое жилье, в которое по большому счету государство не вложило ни копейки. Давайте договоримся о символических деньгах, но ни в коем случае не будем рвать с них этих людей, которые сами улучшили свои жилищные условия налогами. В данном случае тоже в полном непонимании, почему мы людей, которые купили после 2015 года квартиры, сегодня будем более высокими налогами обкладывать. Только потому, что они чуть-чуть больше достигли или, к сожалению, не могли жить вместе с родителями в Хрущевке, очень нехорошо. В данном случае я не вижу здесь политики отношения к клиенту, который платит налоги. Он же, когда живет в этой квартире, платит ПВН за все, налог на довольную стоимость. Он платит сумасшедшие деньги за обслуживание дома. Он платит за пользование всех коммуникаций. Он ремонтирует коммуникации, которые находятся в доме. Он все делает сам. И государство говорит, а давай слушай, мы тебя что-то с тебя возьмем. Поэтому в данном случае я как бы вижу полную провальную политику этой попытки реформировать налог недвижимости. Она будет ущербна, она будет деградирующей и для людей, которые вышли на какой-то определенный жизненный уровень и хотят работать, и желают работать, и имеют право на улучшенные условия желания. Но это в том числе и загоняет всех людей, которые работают в предпринимательстве. Ты только, вы видите, дом отреставрировали в втором городе, да? Красивый дом. Они будут делать съемное жилье для людей среднего класса. Так они вместо флага Аллатвии вывесили белый флаг, потому что они прекрасно понимают, что с таком подходу к налогу, к их собственности, им легче взорвать этот дом, чем даже платить и один процент с кадастровой стоимости. Поэтому в данном случае я очень надеюсь, что если не прислушались к нашему предложению, не поддержат наше предложение, то хотя бы они сами посмотрят, что они полностью... Я даже не знаю, кто им может сказать спасибо. Они даже для людей, которые живут сегодня в советском жилье, ничего хорошего не сделают, потому что давление на рынок будет очень высок, и стоимость квартир будет только расти, и даже люди, которые приезжают из региона, захотят приобрести литовку, хрущевку, еще какой-то дом, они не смогут, потому что будут очень высокие цены, так как новое жилье перестанет строить. То есть для них просто не будут реально покупателей. Да. Андрей Креметьев у нас в студии. Депутат Сейма. Буквально пару минут, небольшая пауза, потом мы вернемся в студию и поговорим о работе парламента вот в это сложное время коронавируса и пандемии. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Андрей Креметьев у нас в студии. Депутат Сейма, секретарь президиума парламента от фракции «Согласие». Ну, понятно, что вы находитесь в оппозиции вместе с «Зеленых крестьян», такие две опытные оппозиционные партии. Ну, вот у меня создалось такое ощущение, что во время этой пандемии правящие, вместо того, чтобы как-то сплотить все политические силы. И, может быть, даже помнишь, был такой период, когда завтра с его президентом был экономический кризис восьмого-девятых годов. И даже меморандум подписывали все партии, в том числе оппозиционные и так далее. На сфере ничего этого не произошло. И вообще центр принятия всех решений полностью переместился в правительство. Более того, не парламент что-то предлагал правительству на рассмотрение, а правительство что-то принимало и потом уже отправляло дальше в Сейм. То есть, какие-то идеи от парламентариев в исполнительную власть не шли. Нет, ну, я с тобой не согласен, например. Нет, если, понимаешь, там получилось так, что министры, они же работали тоже на удаленке все, и каждый жил в собственном министерстве. То есть, коммуникация между министрами была минимальная. А как-то много по телефону пообщаешься или через компьютер. Очень сложно. Поэтому каждый что-то там варил. И поэтому, например, в Минблаге идея о том, чтобы поднять пособие специально после того, как истек срок пособия по безработице до 180. Это была моя идея. Кто был поддан и министры, подхватил ее. То есть, в любом случае, какие-то вещи прошибались. Я знаю, что и в других комиссиях в образовании что-то удалось. Я знаю, что и в зеленом что-то удавалось протащить. То есть, понимаешь, мы так жили в таком интересном этапе, когда мы сидели там почти до 11 в парламенте, принимали все решения как-то через компьютер. То есть, друг друга не видели. Каждый был отделен не только кабинетами, даже в разных зданиях сидели. Поэтому коммуникация была минимальная. И до сих пор всех коллег своих по социальной комиссии с начала года как бы и не видел, наверное. То есть, у нас был и случай заражения. Коллега посреди комиссии переболел. Ну, заболел не в парламенте, а в больнице. Но, в любом случае, здесь такая ситуация была, что вот с этой кулуарного консультации или каких-то договоренностей они ушли на второй план, и это чувствовалось в министерстве. Поэтому министерства работали автономно. Как только присылали какие-то предложения моментально реагировал парламент, ну и дисциплина коллекционно протаскивала любое решение. В том числе какие-то не очень понятные, не очень адекватные по отношению к отраслям. Многие, если были недовольны, например, то то, что туризм до сих пор не получил все обещанные вещи. Я думаю, что у нас проблема в том числе была по транспорту и так далее. Ну, в общем, про проблемы много есть, много рассказывают, но действительно все это было плохо. И действительно, что хорошо парламент работал довольно активно, то есть у нас не было перерывов. У нас на прошлой неделе даже было заседание. Раньше мы так не работали. Летний период сейчас довольно плотно идут, и вот в следующей неделе будут комиссии, связанные с пособием. То есть этот формат компьютерный, он затягивает принятие решения, затягивает как раз дискуссии, потому что он такой неживой. Но в том, что мы ни одно решение не затормозили, то есть то, что работали как парламент активно, это факт. Даже оппозиционерам здесь сказать нечего, то есть у нас не было разрыва, когда мы не знали. Но ты прав, действительно очень большой центр принятия решения сместился, то есть он даже сейчас находится не в парламенте в коллекционном каких-то коридорах, а ушел чисто в отрасли, в министерство. И поэтому министры, мне кажется, приносят свои решения, свои новые творческие продукты, правила кабинета министра, не подготовив коллег по кабинету. Поэтому очень много вещей, например, то, что мы сейчас рассуждаем провальное заявление министра юстиции госпитина Борденса о том, что он будет повышать сейчас кадастры. То есть коллекционные партнеры так стояли, так опа, а что это такое? И вот они говорят, спрашиваем мы там, с кем встречаемся, а что вы будете делать? А мы еще и не знаем. Потому что он сначала выходит, потом думает. Ну и получилось так, что поддержки не было. Или вчера Шуплинская заявила, а у меня три варианта. В том числе вариант есть, что все будем работать, дети, получать образование, опять же, на дозационном. А купили компьютеры, а провели интернет. А у вас есть полный опрос тех семей, где, возможно, нет у каждого ребенка по компьютеру, да? Я хотел спросить, на самом деле, такое ощущение, что в свое время правительство ждет буквально очередного иска в Конституционный суд, потому что, я извиняюсь, о чем вот книга, как я уже говорил, учебник, отличается от планшета. Такое же учебное средство. Совершенно верно. Если используется в образовании государства, если у нас бесплатное образование с первого по девятый класс гарантированной Конституции, то, извините, пускай государство оплачивает. Совершенно верно. Тем более, что, ну хорошо, если, допустим, один ребенок в семье, и то в каждой семье может быть и разное материальное положение. Разные компьютеры, разный интернет. Да, два-три человека в семье, особенно в сельской местности, что они должны каждому ребенку покупать, планшет. Да, потому что... Ну, какие средства? Нет, нет, здесь вариант такой. Если государство в данном случае не может пригласить всех в класс, объективно, необъективно, есть эпидемия, нет пандемии, неважно. Просто оплачивают. Все должны приобрести за счет бюджета. То есть, ни один ребенок не должен быть учимлен. То, что мне больше возмущает, что у нас сейчас богатые семьи смогут себе купить хороший компьютер, смогут довольно быстро подключаться, отключаться и быть, как бы, все время в онлайне работать. А вот многодетная семья из трех детей будет ждать в очереди, пока один отучится, потом другой начнет учиться. Ну, тоже как бы мы выйдем и так из этой пандемии, что у нас 50% школьников, которые реально сейчас, к сожалению, не могут себе позволить хороший аппарат, не получат даже того минимального пакета знаний для того, чтобы продолжать образование дальше. И как они дальше? Надо будет переучиваться. То есть, в данном случае я от министра сдал, что она скажет, например, у меня есть информация, что в Мадуне, в Гулбане, где-то еще, в Далгопилсе, нету хорошего интернета. В некоторых семьях условно старые-старые, старые оборудования. Государственная компания, между прочим, Латвия с мобилостелефон, ставят там новый рутер и там вышку ставят. А многодетное семья после регистрации, время-то пошло много, мы уже работаем в этом уже полугода, мы приобретаем там за госсредства, централизованной закупкой, такой-то компьютер, все дела понеслась. Потому что мы же не знаем, что будет в сентябре. До сих пор мы смотрим, литовцы вчера ввели опять маски в транспорте и в магазинах. Сбрюссили информацию, что они до сентября опять вводят жесткие, даже карантинные меры по выходу на улицу. То есть мы не знаем, что будет в сентябре. Даже депутаты Европавловича, которые отлетели, там они застряли. Да, мы остались без нашего лидера. Так что в данной ситуации мы должны готовиться, как государство, к тому, что образовательный процесс не должен тормозиться. Все. И не должно быть разделения. Я сегодня работаю на хорошем аппарате, потому что у меня папа в бизнесе, а кто-то работает на пособие в другом формате. В данном случае я вижу, что нет коммуникации между министрами и нет целого принятого решения. Что касается самого моего Рамона Петровича, который в Минблаге работает или ходит на службу, я не знаю. Она говорит, а давай сделаем такие цифры, давай сделаем такие цифры по пособию. То есть она тыркает, пытается, чтобы ей коллеги подсказали можем и не можем позволить. То есть фактически она берет цифры с потолка. Да, совершенно. Почему такое пособие? Да, поэтому я говорю, как первая наша часть с тобой. И даже здесь министр экономики говорит, как мы бизнес можем повесить сегодня на такие сумасшедшие налоги на недвижимость. Да, давайте будем принимать звонки, несколько звонков успеем принять. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня к вашему гостю два вопроса. Первый вопрос такой. Вы только что сказали, что работая на удаленке, министры, не было коммуникации, поэтому они работали плохо и минимально? Скажите, пожалуйста, у них зарплата за этот период тоже стала минимальной? И второй вопрос. Сэм вообще способен заставить министров бороться не с алкоголиками и проститутками, а дать какие-то предложения по подъему экономики в стране хоть когда-то? Или такого никогда уже не будет? Спасибо большое. Спасибо большое. Грамотный радиослушатель четко оследил последние наши актуальные темы. Да, действительно, мы боремся сейчас не только с проститутками, но и с клиентами проституток. Да, действительно. И боремся алкоголизмом бороться через запреты, через введение каких-то новых непонятных правил торговать до трех праздников. Мы же подумаем, что люди или сегодня будут запрещаться какие-то маленькие 0,2 карандаши, как называют в народе, не знаю. То есть действительно какие-то очень странные инструменты. Я совершенно согласен. Но у меня была возможность встретиться с министром финансовым, я не сомневаюсь, но вчера мы с ним встречались. И он мне сказал, что Алтумс, этот наш государственный инкубатор, получит в ближайшее время около миллиарда евро. Это деньги, которые планируют как раз интегрировать, инвестировать в реальную экономику. Есть жесткие правила еврокомиссии, которые потребовало от Латвии, чтобы была возможность бизнесу модернизироваться, чтобы бизнес ушел из депрессивных каких-то помещений, из территории. То есть действительно, если люди ориентированы на расширение бизнеса, если есть хорошие люди, которые готовы работать как раз в написании проектов, то сегодня будут деньги, и Алтумс сегодня является таким очень хорошим ситом идей. И я сам слышал отзывы от бизнес-структур, которые говорят, что появились наконец-то независимые люди, которые не только танцуют от прибыли, как коммерческие банки, но прежде всего заинтересованы в долгосрочной инвестиционной программе. И если сегодня им, этим людям, которые принимают решение, разрешат действительно делать качественную экспертизу, и эти деньги разрешат переспределить, не просто, как мне даже рассказал интересную вещь, эти деньги не будут по блату раздаваться утопическим проектам, он там назвал несколько, а действительно мы хотим, и я думаю, надзор с Еврокомиссией будет жесткий, что мы хотим, чтобы эти деньги реально помогли. Вот чувствуется, например, вещь такая интересная, прямо у нас в Латвии, оказывается, очень много производств, мы производим очень много интересных продуктов для двигателя внутреннего загорания. Многие даже об этом не знают. Да, да, мы делаем и детали от оглушителей, автомобили, мы делаем какие-то бленные детали по фильтрам, то есть есть заводы, которые, ну там, задействованы не очень много людей, там 100-200 человек. Ну, свою нишевую продукцию для автопрома они производят. И вот чувствует автопром сегодня, да, что в будущее не за двигателя внутреннего загорания, то есть в любом случае эти глушители уже, скорее всего, в таких объемах покупаться не будут, так как уже будет перестраиваться автопром. Так давайте дадим возможность этим людям за счет этих денег Алтумса приобрести оборудование, которое уже будет помогать этим электромобилям будущего. То есть если Франция переходит на электромобиль. Ну, это один из примеров. То есть мы должны тем бизнесменам, которые реально работают в экономике, платят налоги, у них там белые заработные платы, действительно уже зарекомендовали себя как хорошие предприниматели, дадим возможность за счет государственной программы и европейских денег без процентов, без какой-то реальной прибыли за использование финансового ресурса пройти модернизацию производства. Пускай он параллельно выпускает эту деталь от оглушителя, но одновременно делает вещь, которая по большому счету будет востребована для французских электромобилей. Пожалуйста. То есть в данном случае есть интерес, или например у нас есть деревообрабатывающая промышленность, которая очень большой сегмент в экспортной позиции отдавать и тоже поможем, чтобы они сделали более экономично работоспособные роботы, задействующие при приятии режущие всевозможные устройства, которые сэкономят ему прежде всего электроэнергию, сэкономят возможные затраты на рабочую силу и в конце концов меньше будет отходов. То есть это все уже можно приобрести, но бизнесмену с минимальными прибылями не будет инвестироваться в новое производство. Поэтому здесь на покупку оборудования, на утепление тех же цехов, на возможную помощь ему выйти в зеленую зону мы должны помочь как государству. То есть в данном случае министр Лерс сказал, что да, что сегодня он доволен, что Алтумс сотрудничает. В регионах появились бюро, то есть действительно они как бы как тот заинтересованный банкир, который будет действовать не на своего хозяина, который сидит в Скандинавии, а тот, который будет работать как раз на то, чтобы Латвия стала конкурентоспособной. Но опять же это все зависит, чтобы параллельные государства не придумывали новые налоги. – Да, это, кстати говоря, очень будет ответственно. Я вообще считаю, что такой будет ключевой момент, наверное, осенью, будет очень горячо в парламенте, когда дело дойдет до обсуждения бюджета на следующий год. – Ты же видел сегодняшний сообщение, не так все плохо, люди как бы выркопковали. Знаешь, у нас люди такие и бизнес, и работники не подопрямо, что собирают деньги, они платят налоги. – Нет, я все понимаю, я просто имею в виду, что партии, которые в власти, они понимают, что надо хоть что-то показать, что они вообще собирают свои предвыборные обещания выполнять, три по пятьсот и так далее. Поэтому будет, я так понимаю, такая рубка серьезная в парламенте. – Знаешь, я очень надеюсь, что больше будет думаться об не каком-нибудь глупом выполнении своих предвыборных обещаний, потому что очень многие были безумные. – Безумные, да. – Да, да, да. А некоторые вещи, которые сейчас на дальнюю перспективу дадут возможность все-таки выйти с минимальными потерями из пандемии. Я скажу, что да, мы потеряли очень много в сфере обслуживания сейчас. Мы видим, что гостиничный бизнес у нас плохо стоит на ногах, рестораторский бизнес. – Понятно, туристические вещи. – Да, мы, понимаешь, другие более-менее, когда у нас там был, по-моему, прирост безработных, по-моему, 30 тысяч за весь период плюс, да. То есть мы ждали, что будет хуже. Но в любом случае, надо помочь этим ребятам. Надо помочь тем же людям, которые молодым, которые приехали в Ригу, устроились работать в гостиницу или в ресторан, и которые сейчас пытаются, ну, как бы, там, не разориться, так как не работают сферы. То есть я думаю, что здесь необходимо больше подойти индивидуально. У нас небольшая страна, поэтому мы можем поработать скажем, например, я знаю, что арендный, опять же, тот же самый бизнес, ну, можно было освободить, например, арендные помещения от НДС. Ну, потому что у нас же сумасшедшие цены из-за того, что бизнес, который выстроил, извините, торговый центр, он хочет со всех арендаторов и даже в момент пандемии рвать максимальные цифры. – Поэтому бизнес, да. – Поэтому, да, поэтому мы покупаем, к сожалению, объект с того вещи не здесь, в магазине, а как только вырвали за границу, мы бежим туда, для того, чтобы приобрести там, как ни странно, даже в дорогих странах это стоит дешевле, чем у нас в Латвии, потому что у нас база сумасшедшая, дорогая. У нашего арендартора вошел в эти помещения торгового центра, должен там сумасшедшие деньги вложить в начале, в конце, на маркетинг. – И сразу поэтому цена на вещи, все. – Конечно, какие конкурентные здесь, а альтернативных вещей больше нет, поэтому у нас как бы старый город вымирает, так как эти маленькие магазинчики не получают возможности торговать, так и нет клиентов, у нас пустые улицы, а это, опять же, проблемы этих парковок и так далее. В данном случае надо договариваться, давай большой магазин, мы тебе делаем ставку налогонедвижимости ноль, но ты как бы не имеешь права выжимать все соки, но это ненормально то, что происходит сегодня. И эти маленькие магазинчики, даже имея сети, они просто жалуются, что государство могло же оказать давление, какой-то намек этим торговым сетям, чтобы они в момент пандемии дали возможность этим магазинам выжить. Вон, можем сходить с тобой с соседней улицы, у них сам центр, да, мы что видим, что на некоторых этажах треть помещения пустые, потому что просто тупо затушили. Ну, а там сидит хозяин, не здесь, он даже не знает, что здесь происходит. У него там по договору такие вещи прописаны, он душит их, и все, бедных. Поэтому здесь надо более творчески подходить к каждому сегменту экономики, нельзя себе просто упереться в обещания всем по 500. Ну, а что это даст? Минимальная зарплата 500 евро. То, что мы с тобой уже рассматривали, он своему работнику ничего не дает. Там очень много других экономических сегментов работы. Необлагаемый минимум. Да, да, необлагаемый минимум, возможно, да, это инструмент хороший, но опять же он должен даваться в прогрессивной системе. Но депутату 500 евро, необлагаемый минимум, ну, какая приведливость. Пенсионеру 500 евро, необлагаемый минимум, да, я вижу смысл. Ну, а всем зачем? Андрей Климентев у нас был в студии, депутат Сейма, большое спасибо. Спасибо.